Ксения Феоктистова Я гример, пластический гример, живописный гример, в общем, на все руки мастера И сейчас я буду избивать Анастасию Флешку подручными мне средствами Ой, я боюсь Да, кровь, синяки, порезы, все как вы любите, ребята Так что смотрите, будет интересно Сначала мы будем делать сломанный нос Для того, чтобы детали грима держались хорошо, я наношу на кожу специальный клей для грима Далее я беру гримерный воск телесного цвета и создаю горбинку на носу Насти Шпателем разглаживаю края воска Сперва взрыва А ну что? Где наша шпателем? Это мастихин, санэ от фирмы, санэ, пишут им картины масла Мастихином или шпателем мы разрезаем наш воск Каким сделать разрез, решайте сами Тут ваша фантазия может быть безгранична Я тебе сейчас делаю радостью, мастихином, вот таким образом Вот так вот Вот туда-сюда И дальше И теперь самое вкусное Я купила, короче, кролушку Кролушка, кролушка Искусственную кровь вы можете купить А можете сделать и дома Если вам будет это интересно, можем дать рецепт Короче, для шрамов мы используем латекс Пахнет он отвратительно Распределяем кровь кисточкой и губкой С помощью латекса мы делаем шрамы Губкой мы наносим его на кожу тонким слоем Затем даем высохнуть Пока латекс сохнет, с помощью воска мы создаем еще одну накладку на щеке Насте Чтобы сделать раны Все так же шпателем сглаживаем края Создаем разрезы и заполняем их красным аквагримом Или театральным гримом Его вы можете купить в любом магазине для творчества С помощью театрального грима создаем покраснение и ссадина на коже Для этого я использую оттенки красного, бордового, синего и желтого Наш латекс подсох и мы аккуратно создаем разрывы на образовавшейся пленке Когда пленка отойдет от кожи, можно немного подрезать ее ножницами Далее черной краской внутри нашей раны мы создаем подложку Добавляем немного красного грима и затем заливаем раны кровью Теперь на нужном фоне она смотрится более темной Заполняем кровью оставшиеся шрамы Добавляем каплю к сломанному носу И рисуем под глазами театральным гримом синяки Завершаем образ с сухими тенями Создаем грязь и потемнение вокруг ран И вот что у нас получилось в итоге Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому